Улица улицей, снова гребля, снова греблей. Ну и дома над делами заниматься. Если ребята сегодня приезжают одним днём, с ними надо отправить моего домового. И вот у нас идёт упаковка. Упаковывается кот, и, по-моему, не совсем удачно. Ну и я вожу с коробкой, подошедшей по размеру. Ох, не козисто снаружи, но, как всегда, важна не форма, а содержание. Всё-таки упаковывать свои деревяшки. Так, дай-ка тебя распутаю, а, глупышка. Я предпочитаю сама. Был случай. Послала в Питер симпатичное блюдо. Ну, наподобие вот этого. А его возьми да грохни по дороге, поскольку упаковка была почтовой. А со своими изделиями я всё-таки стараюсь обращаться поаккуратнее. Ну что ж, распаковываю кота. Работаю со скотчем и продолжаю свои действия, но уже не на улице, а в избушке. Всё-таки как же приятно после целых ряда часов, проведённых в обнимку с лопатой, устроиться в избушке около печки и продолжить заниматься своим очередным блюдом. Ну, Карри и Бонька тоже успели наскакаться. Ну вот, кот как на трофеях развалился на пакетах, оставшихся от упаковки моего домового. Уже не моего, а Карри прикурнуло рядышком. А, нечистая пара. Мне это всё ещё предстоит убирать. Да-да, я про пластик, которого, честно говоря, терпеть не могу. А за окном снова повалил снежок. Но сегодня уже без порывистого ветра медленные хлопья оседают на землю, которая ещё не совсем застыла. Вон во что превратилась наша деревенская дорога. Карадик куда-то убежал. Ну и правильно. В такую погоду лучше находиться где-нибудь в тёплом помещении или хотя бы в конуре, как Понька. А между тем ждёт очередной визит. Должны приехать и ребята. И, честно говоря, жду их с нетерпением. Долго едут, потому что наверняка около Москвы образовались бешеные пробки из-за прошедшего и там наверняка снегопада. Но надеюсь, что дорога будет удачной и скоро они появятся здесь. Ну вот, наконец-то. Растяпкала скарька. За окном промелькнул знакомый силуэт. Приехали ребята. А, долго же, долго же в этот раз. Ну, как всегда, матадорская курт. Что ж, надо одеваться, идти встречать. А я уж боялась, что они сегодня застрянут в пробках и вряд ли приедут провести моты. Всё, всё, идём. Вот один кот спокоен. Надо одеваться. Как выяснилось бы и фасы, они уже успели заехать к рабочим, поздороваться и выручить свежекупленные лопаты, которые были найдены отнюдь не в первом из магазинов, которые они посетили. Ну, само собой, и дорожка дала себя знать. В такую погоду не мудрено, что она была достаточно долгой. Ну, а сейчас расположились попить чайку у себя в комнате, достаточно хорошо прогретой. Ну, а затем Ника собирается стрим снимать. Да, любопытное это занятие, но мне, собственно, можно будет и с ней в этот момент пообщаться и своими делами заняться, потому как блюдо очередное идёт полным ходом. А что творится в Москве, выяснится в процессе общения. Это так всегда. Я смотрю, ты сегодня больше гулять не собираешься. Нет, неправильно. По утру набегался, напрыгался так, что дальше некуда. А, нет, всё-таки свербит. Свербит шило в заднице. Ладно, может быть, выпущу тебя ненадолго, но только если выйду сама. Погоняешь птичек, побегаешь по свежему снежку, а снежок продолжается. Эх, зима настала. Лепота. Покажи сапоги, как я собралась. Ника на стриме. Бабка в телогрейке. Просто вон там вот то, вот это. Крупный план. Шикарные сапоги. Датай вот на стриме покажи. С работы. И хвост между сапог. Я забыла свои мега сапоги, в которых я в Хибинах ходила. Так, а куда ты сейчас собралась? Я хочу по снегу походить. Сапоги отмыть. Ну, и сапоги отмыть, да. Слушай. На, покажи. Что ты там снимаешь? Ну, чё, покажи. А ты мне тогда снимай. Я тебя поснимаю, да. Итак, всем привет. Вот, я собралась. Да ты меня показывай всем в избушке. Я вот, я собралась, в общем, это, на улицу. Сейчас я ещё варежку надену. Пожалуйста, крупный план. У меня нет тёплых варежек. Сиянка приехала в пенаты. Да. Ребята, я текст не читаю я без очков. А у меня тут совершенно другой шрифт, к которому я не привыкла. А ещё он с красной. У меня нет дырки с перчатки. А, там Киев пишет, привет, горячий. Слух. А, это кот в потоку. Что это? Иди сюда. А, нет, я тебя не трогаю. Всё. Всё, на камеру я кота больше не трогаю. У тебя там очень чувствительные подписчики, которые... Паруистые. Так, ну что? Я пошла, пока не стемнело. Да, там через час уже темно будет. Посмотри, там ещё водопад не закончился. А, он ещё идёт? Осенний поток. Смена караула. Смена. Мне одну палочку тебе, другую. Всем здрасте. Всё, я пошла. Она пошла выгуливаться. Кстати, можешь кота прихватить? Котика зовут Бонифац. А, ну ладно, всё, выключай свою камеру и не показывай. Чего не показывай? Как я кота забираю. Выключай. А, это что-то будет сногсшибательное? Да он сам на тебе сейчас повесит ноги и уйдёт вместе с тобой. Ладно, давайте. Я скажу, что его пинала. Ага. Кирзом, сапогом. Ладно, идите. Всё, пошли. А, захвати орачицу поползнуть. У меня кончились конечности, я не могу вас хватить. Сейчас интернет кончится. Да быть тебе богиня Каля. Ну ладно, давай. Ну всё, Ника пошла выгуливаться, а я остаюсь со своим вырезанием. Дорвалась детка до деревни в зимний период. Честно говоря, зимой Ника тут побывала всего лишь раз. В прошлом году они приехали вместе с Машкой и Тёмкой. И мы замечательно пожарили шлыки около костра. Ну вот это вот её второй визит в деревенскую зиму. Ну а если уж ей здесь предстоит жить постоянно, то ко всему этому надо привыкать. Ладно, потом расскажут о впечатлениях. Ну вот, романтический вечер при фонарях. У нас отрубили свет, чего слава богу не произошло вчера. Ну а всё предстоит. Ника бьёт стрим. И мне это здорово получается. Я сходила за круассанчиками. Кот упаковывается в пакет, где лежат круассаны. Мне привезли шикарный, направь фонарь, пусть люди обозреют. Шикарные шарики для ёлки. Нет, не Никины, а моей зелёнькой, которую скоро уже предстоит украшать. Вот какой у нас предновогодний натюрморт. И даже фрукты, которые обычно... Включи вспышку-то у телефона. Я не умею включить вспышку у телефона. Нет, не надо, а после... Ну вот там значок есть у него тыкает. Мне нравится вот так снимать. Значок вот молнии вот такой. Запыхает, потом сядет, а я его уже подзарядить не смогу. И вот банифаций наблюдает за круассанами, которые лежат в упаковке. Кот, вылезай. Кому стрелинчик, кому видосик. А коту лишь бы пакетик. Слушай, я сегодня упаковывала дымового. Вон в ту. Нет, я сейчас съем круассан, чуть-чуть как и чай, пойдём на улицу. Хотя, мне кажется, они уже всё там выкопаются. Нет, не успеют. Земля не промёрзла, там дикая шуга. И я полагаю, что это всё достаточно нескоро состоится. Ирина Александровна пишет новый ролик. Можно будет увидеть на канале «Избушка», которая ссылка выкоплена. Ну, это, вероятно, завтра. Я сегодня снимала снова греблю, борьбу со снегом, автолавку. И, честно говоря, когда просматривала записи, поймала себя на том, что очень часто повторяюсь в том, насколько я вас ожидаю. Честно говоря, когда вы едете вот по такой дороге, как сейчас, да вообще по любой дороге, мне ужасно неспокойно. Мы специально выехали попозже, чтобы дорогу успели почистить. И правильно сделали? Её успели почистить. Да, но ты представляешь, сейчас такая же катавасия повсюду. Владивосток, Питер, Крым. Да. Это ужасно. Ну, пришёл, циклон, антициклон. Бенедикт его зовут. Да я уж в курсе. Но всё-таки самое оптимальное, это когда живёшь в деревне, надеешь только на себя и на собственную лопату. Коммуникации и какие-то службы. Кот отогревает красанчики. Что значит отогревается? Отогревает, они холодные, полы лежали холодные. Ага. Кот сегодня наскакался по улице выше крыши. Как же они с Карькой стали играть великолепно. Ну, вот что удивительно, сколько ты приезжаешь, ты ни разу этого момента так и не застал. Да видела я. Хватит снимать, как я жую и вот пытаюсь всё это... Я не снимаю. Помнишь, ты меня научила фотографировать в процессе съёмок? Вот я упражняюсь. А это нам МЧС шлёт загадочные пожелания. А нет, 900. Да, вот она деревенская романтика. Света нету, топим печку и сидим под фонарём. А свечку я попыталась зажечь, но пришлось её вырубить. По одной простой причине. Бонифаций оказался у нас не только любителем водных процедур, но и ярым магним поклонником. И каждый раз он пытался к ней подобраться и совал лапы в самый огонь. Вот с чем уж это связано, я не в курсе. Но подобные изыски у кота меня немножко смущают. Вообще-то строители говорят, что зимой дома строите лучше всего. Да, я тоже от них это неоднократно слышала. А снег можно с петлой. Так они поэтому вениковку накупили. И что, они вам ещё заказывали? Не, они... Мы привезли лопаты, а про веники они не сказали. Но Артём, видишь, спешил сюда, он не заехал. У них два совершенно новых веника стоят. Они с собой привезли. Ну, может, они считают... Они говорят, им ещё четыре штуки надо. Ну, видимо, за то время, когда будет всё это строиться, это претерпит предостаточно. Я оставлю пока здесь телефон. Так. И пойду это самое... Оденусь. Ой, как я не люблю, когда ты оставляешь телефон. Ну вот... Нет, ну всё-таки я его, пожалуй, перехвачу, потому что когда народ ждёт в одиночестве, это невежливо. Потеряется интернет, можешь это... Ну тогда я сяду на твоё нагретое место. Сейчас. Не-не-не, кто-то не тебя. А тебе кто-то звонит. Пойдём. Вот оно. Ночь, темнота, освещаемая только блеском фар застрявшей машины. Нам предстоит её толкать. И мы ждём Артёма, который поехал мыть свою машинку, маску. Тьфу, вязьму. Ну вот сейчас должен подъехать. Блогер видео снимает. Блогер видео снимает. А вот там, освети фонариком, освети действительность, разгружается вторая машинка. И как что будет выезжать, как что будет выталкиваться, одним богам ведомо. Вдалеке мерцают фонари наших рабочих, которые одели их на лоб. Других у них, к сожалению, нет. Они твой фонарь на забор поставили и пытаются себе тропинку осветить. Ну, значит, мне сегодня даже почитать при свете не удастся, по той причине, что это будут свечи, в лучшем случае, если не дадут электричество, какое-то там нафиг видео. Кота я пригрею на коленочках. Ему будет хорошо. Ему нужна уже свеча такая, которая закрыта в какой-нибудь клетке. И ее мыши сгрызли. Ну, вообще-то, да. А слушай, у меня уже есть такая свеча. В фонаре она стоит на веранде. Вот. Защита от кота. Я думаю, что вы эту фонарь переволокли? Вот он, дар предвидения. А кругом мгла. Мы ждем Артема. Угу. Мы ждем Артема. И неизвестно, чем все это увенчается. Ну, ладно. Будем смотреть. Все, вову. Да, разгрузка нынче экстремальная. Ну, поскольку света нету, подогнали две машины. Одну Темка вытащила света. Поставили вторую, поскольку мой фонарь, который лежал на заборе, уже садился. И вот идет разгрузка. Я тут немножко пупилась, помогая. Будет Асквидовский под ногами. Сейчас у меня и кратковременный перекур. И я присоединяюсь к толпе. Нет, почему вот так вот стоять на ветру? Проще двигаться. Жалко, что ребята в темноте приехали. А Темке еще, вероятно, кого-то предстоит из наших глинистых колеев вынимать. Ну, ничего. Транспорт наготове. Ладно. Заканчиваем перекур и продолжаем процесс. Ну вот. Даже Нике пришлось прекратить вести стрим, поскольку погасла виднейшаяся вдалеке радиовышка. И, видимо, она работала на резервном питании. Ну, запись-то еще вести пока можно. А мужики меня погнали. Они посчитали, что я переутомлюсь. Елки-палки, я так замечательно грелась. Ну, вот эти монстры таскают по три доски сразу. А я, честно говоря, смотрю и завидую. Ну, ничего. Впереди еще одна машинка. Может быть, там досочки будут полегче. И меня допустят к драгоценным стройматериалам. Там видно будет. Посмотрим. Вернулась в избу для того, чтобы немножко отогреть руки, пообщаться с котом и подбросить дровишек в печку. Да, здорово, что Нике, Артем приехали сегодня. Кто же мог предполагать, что так поздно привезут стройматериал и что отключит электричество. Что до тракториста он не может приехать даже помочь выдернуть застрявшие машины, если вдруг такое снова произойдет. Потому что на трассе света тоже нет. Так что самая экстремальная разгрузка это, видимо, сегодняшняя. Ну, что ж, посмотрим, что состоится в дальнейшем. А пока все окутано мраком неизвестности. Ну вот, без 10,8 разгрузка обеих машин завершена. Ну, правда, одна из них уже успела засесть на въезде к нашему мосту. Темка сейчас посветит, пока ребята упаковывают драгоценные материалы, а затем подъедет и дернет. Да уж, не каждый день подобное увидишь. А главное, без света, в темноте. Вот она, деревенская романтика. Ну, кто мог подумать, что все подобным образом состоится. Ну, что ж, здоровья, всем удачи, а завтра будет новый день. Наверняка еще более любопытный, чем нынче. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok